Более трех тысяч участников, специалисты из Сибири, центральной части России, а также из стран зарубежья, Казахстана, Латвии. Это неудивительно. Медицинский туризм, когда люди приезжают куда-то не только за отдыхом, но и уникальными медицинскими услугами, во всем мире и в России все более актуален. Пример Израиля, Германии, Чехии, говорят эксперты, показывает, здесь можно добиться больших успехов. В частности, Россия привлекает иностранных туристов низким курсом рубля и довольно высоким уровнем медицины. Алтайскому краю тоже есть что предложить. На сегодняшний день в регионе выстроена очень четкая система медицинской помощи в сосудистой хирургии, в онкологическом направлении. При этом онкологическое направление у нас является одним из сильнейших. И туризм есть, есть медицина. Так вот, объединив потенциал этих двух отраслей, можно получить, ну, уникальный, наверное, эффект. Эксперты отметили, сегодня Россия занимает довольно низкое, 34-е место из 41-го в рейтинге стран, развивающих медицинский туризм. В то же время Алтайский край, по их мнению, на фоне других регионов России выгодно выделяется своим природным потенциалом и может быть привлекателен как для внутреннего, так и въездного медицинского туризма. Вот, например, мы сейчас с швейцарской компанией заключили контракт. Они нам дают клиентов на лечебное голодание в Бурятии, на Байкале. Я знаю, что у вас есть программы лечебного голодания тоже. То есть это как один из вариантов. На пластическую хирургию в Москву у нас огромное количество заявок. Возможно, вас позиционировать с этой точки зрения. Красивая природа, можно восстанавливаться. Продумывать и реализовывать эти и другие возможности, по мнению экспертов, – дело будущего. В ближайшие три дня гости обсудят не только общие проблемы медицинского туризма, но и такие, как серая, некачественная и поддельная косметология или особенности здорового питания для wellness-туристов. А самой зрелищной частью форума обещает стать пятый чемпионат России по массажу, который состоится уже завтра. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости.